Лариса Гузеева Возбирательная бизнес-леди Евгения и еще одна Мария, наивная студентка. А жених у нас Сергей, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я приехал сегодня на эту замечательную передачу в надежде встретить себе достойную невесту с целью создания надежной, хорошей, доброй семьи. Со мной мои друзья Станислав и Алексей. Сергей, 43 года. Влюбился в журналистку, когда та пришла брать у него интервью. Прожил с ней 5 лет, но так и не женился. Сергей, крупный бизнесмен, занимается недвижимостью, имеет два высших образования. Интересуется политикой, играет в гандбол. Гордится тем, что он патриот и никогда не уедет жить в другую страну. Никогда не женится на девственнице и бездельнице. Сергей, который предупреждает, что в его жизни всегда будет присутствовать мать его ребенка. У избранницы Сергея обязательно должно быть высшее образование. Она должна любить читать и путешествовать. Только такой он обещает подарить яхту и обеспечить помощницами по хозяйству. Ну, здорово, что вы пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу подарить вам букет. Надеюсь, не отравлены. Спасибо большое. А что есть основания предполагать отравленный? Но он с такими пришел с ватами, что всего можно ожидать. Спасибо. И он и мои любимые цветы. Большое спасибо. Ну, он такой, смотри, спорт, наверное, занимается. Ну, да, видно, да, что спортивный, очень спортивный. Да, интересно, что он обозначает. Сергей, я все понимаю. Всякие могут быть требования к будущим. Но вот чтобы не хотелось девственницу, объясните. Ну, в моем возрасте уже хочется встретить девушку, которая, скажем так, уже что-то в жизни повидала, чему-то уже научилась, повзрослела, повзрослела, да. А девственность в данном случае это необязательное явление, на мой взгляд. Ну, а если все-таки так и встретиться, можно же перекручивать. А сейчас техника такая, зашить ведь знаешь все можно. Конечно. Здоровое тело, здоровый дух. В здоровом теле. В здоровом теле. Сергей, вы не были женаты вот до своих 43 лет? Нет, я был женат, один раз был расписан официально. Первый раз это было в 18 лет. Прожил с первой женой до 27. А почему расстались? Мы начали надоедать не то, что бытовые какие-то житейские трудности, а скандалы, ревность, непонимание. Ну, ты у нас девушка нескандальная, спокойная. Всегда умеешь. Ну, да, сглаживать углы. А почему не женились на матери своего ребенка, горячо любимого? Полюбил третью, другую. Ну, как-то так сложилось. Мы здесь начали жить в гражданском браке после года наших совместных отношений. Родился ребенок? Родился ребенок. А мать, ну, она была совсем юной, пришла брать у вас интервью, когда вы вдруг почему-то ее полюбили. Что у нее было такого особенного? Понравилось мне своими красивыми, неординарными вопросами. Чисто внешне понравилось. Долго завоевывали ее? Ну, месяца три, наверное. А ждалась она после чего? После красивых ухаживаний. Интересно, бывшие жены за денег с ним были? Ну, как он говорит, что он такой... Ну, значит, не тех женщин выбирал. После двух-трех месяцев общения мы полетели на отдых на Ибицу. Две недели отдыхали там. Ничего у нас там не было. Да. Ничего не было. А зачем поехали? Непонятно. Отдохнуть. Проверить свои чувства. Так можно было в Москве так отдохнуть. Да, так что мы вернулись в Москву назад. Девственниками. Да. В Москву. Девственными и целомудренными. Ему страсть надо, страсть еще, подпитывать этого мужчину надо. Почему не расписались? Чего боялись? Не всегда мужчине удается закрывать, скажем так, нарастающие потребности. А, вот с чем дело. То есть... Но это не главное. То есть типичная схема. Сказка, это не главное. Молодая девочка, голь перекатная, журналистка, 18-летняя. А потом ей понравилось, что ей дарятся яхты, бриллианты, дома. Ко всему привыкаешь, ко всему в жизни привыкаешь. Но на самом деле не так все ужасно. Думали, все-таки не с такой скоростью будет, да? Хорошо. А почему вы сейчас, разведясь с ней вместе, она должна была даже прийти в качестве свахи вашей? Что это за такая дружба после расставания? Это вам ребенок родственника, а она-то вам кто? Ну, во-первых, она мать моего ребенка. И что, это обязательно значит с ней куда-то выходить в свет, не знаю, дружить, встречаться? Почему? А может быть с той, которая вас полюбит, и будет это неприятно, ей будет это больно, она будет вас ревновать? Нет, ладно, из-за детей, но, видишь, она ему просто друг, на самом деле. Ну, вот это уже наводит на определенную мысль, что неспроста. То есть, представляешь, там, ссорясь с тобой, он побежит к ней, как другу, за первым, да? Рассказывает, плакаться, возможно, да. Сейчас, я не понимаю, для чего ты сейчас пытаешься? Мы пришли его женить. Для чего это? Это прошлая жизнь. Перевернулись в странице, по-моему. Вот я и хочу, чтобы прошлое осталось в прошлом. Не права, нет, ну, все, проехали и проехали. Что это такое? А вдруг то же самое случится с другой женщиной? Ладно, хорошо, давайте, значит, давайте не будем. Хороший вопрос задам. Вы миллионер какой, рублевый или долларовый? Дело не важно, дело не в деньгах. Как-то не важно. Все хотят, мы хотим посмотреть товар сначала. Они слушают, они... Не спорь со мной, извини, я проценты с этого получаю, мне важно. Какая же вы алчная. Здесь получаешь проценты. А как? Вот хочу выяснить, долларовый он или рублевый, чего он мне тогда парится-то, как говорится. Мы хотим посмотреть товар сначала. Посмотришь, не волнуйся. Посмотрим товар, а то, знаете, все его богатство захотят. Не говори, потом эти богатства, если даже он будет дарить, не значит, что женится. Коварный мужчина. Коварный. Ну, мы немножечко посмущаемся, если что, вот, ничего страшного нет. Скроенность. Скроенность, да. А как долго вы богаты? Я знаю, 20 лет я с ним знаком, 20 лет он богатый. Да? Потому что, как моя мама говорит, если человек всю жизнь был бедный, а потом неожиданно разбогател, он еще лет 40 живет как бедный. То есть вы не живете как бедный? Без этих... Я совет, надо с богатыми дружить, с бедным помогать. Вот я с богатыми дружу, а Розе бедной надо буду помогать. А что-то я бедная-то? Ну ладно, я от помощи не откажу, страшно. Ребят, а что вас связывает? Мы давно друг друга знаем. Бывали в разных жизненных ситуациях. То есть они вас знают хорошо? Да, они меня знают очень хорошо. Ну что, братишки, какую женщину даже рассматривать не будем? Ну так, для вежды, если поговорить... Такую, как Роза, нет. Не будем. Вот идеально для него, вот вариант твой, Ларик. А твой Ларик, он очень любит умных. Обычно тех, кого совсем не рассматриваем, на тех и Жене. Да, это точно. Я так считаю, это мое мнение, может не соглашаться. Я сижу иногда в ресторане, вот входят девушки, они красивые, еще какие-то. А вот, ну, неинтересно. Ну, не потому что зажрался, а потому что, ну, просто, ну, вот красиво, ну, бросаться что-то. А бывает, вот человек находится даже в помещении с тобой, в большом, а вот от него там за 20 метров такая энергетика прет, и вроде некрасивая, и вроде как бы и не Наоми Кэмпбелл, и вроде как... А вот ты по самим смотрим, оборачиваешься. А это зависит от того, сколько вы до этого выпили. Это не зависит. Потому что если не сколько, то все раздражают, даже красивые. А потому как начинаете думать, пошла и вроде... Я просто... И Ловочка сзади, ты надеешь, надеешься, и вроде не плодинка. Я ловился на мысли просто. Но, вроде уже как бы накатил, и думаешь, красавица. Нет, я как раз ловился на мысли о том, что вот бывают сидишь в каком-то моменте, и вот они... И вот... Алексей, ну ладно, что рассказываешь-то, ну я ж вижу тебя часто, что-то я там, извини, не видела прям некрасивых с тобой. Вот они, друзья. Так скрываются. Если девушка будет с прошлым, с богатым, ну в виде детей, например, от предыдущих браков... Нет, не подходит. Не подходит. Если она так же будет нежно относиться к своей прошлой жизни, тоже будет говорить, ты знаешь, Сереженька, не расстанусь никогда с Васькой, ну дорог он мне, хоть и расстались. Ну, я к этому не готов, но в моих отношениях такого нету. Я общаюсь со своим ребенком и встречаюсь со своей бывшей женой исключительно в деловом плане. А, вот уже погорячее. В деловом плане. Хорошо. А тогда вы в идеале опишите вот свою... Все-таки уже большенький мальчик, 43 года. Семья, вот в вашем представлении. Сегодня всякое ведь повидали-то. Девушка должна быть милая, милая, не вульгарная, не дай бог, не вульгарная. Должна быть с образованием. Если будет из шоу-бизнеса. Не хотелось бы, нет. Но мне не нужна попутчица в жизни, там домохозяйка, домработница обязательно. Я считаю, что девушка должна, имея образование, она должна заниматься каким-то делом. Ну, а ты вообще как, вот сможешь быть домашней девушкой исключительно? Исключительно нет. Возрастной порог, после скольки лет, не будете уже даже рассматривать. Она, наверное, должна быть еще где-то родного возраста, чтобы детей вообще сходилось. Ну, до 30. Да нет, врет. 25 предел, 25 предел. У меня такое ощущение, что Садальский себе выбирает. А друга так для прикрытия поставил. А мне не придется уговаривать ваших сватов, чтобы они были активны, чтобы задавали самые неприглядные, самые неудобные вопросы девушкам. Я бы здесь сейчас много что сказал уже даже в начале этой передачи. Все же я думаю по этому поводу и по поводу ваших стереотипных вопросов и размышлений. Как правило, барышни, которые приходят, их тоже раздражают мои вопросы. Они тоже хотят говорить о высоком, о прекрасном. Я не это имел в виду. Вы вообще все клево делаете. Я имел в виду не то, что ваших. Вообще, наша в этой такой дискуссии, а какая она, а что должно быть. А если не задавать вопросы, тогда в бордель. Тогда вы будете сидеть три таких потрясающих мужчины. Вам просто выведут, поставят их, и вы скажете вот это. Вам на что эти вопросы? А хочется же еще что-то узнать? Хорошо, я молчу. Хочется же еще попытать, о чем мечтается, Леша. Ох, Лариса, какая ты стала. Это раньше совсем другая была. Правда? Ой-ой-ой. Маш, ну что? Глубже смотри в глаза, проникнись им. Ну, у него очень такой интересный взгляд. Да, ему почувствует свой настрой. Почувствуй энергетику. Немножечко отдай свою. Меньше внимания обращай на его друзей. Богатый человек, деньги к деньгам. Только так, никак иначе. Поэтому приданное у невесты должно быть хорошее. Вот самая главная гарантия, что она не кинется на твои, собственно говоря, деньги. А если денежка есть и приданное хорошее, значит, родители постарались, собственно говоря, дали девочке образование, правильно воспитывали. И чувствую, что она страшненькая. Уважение нет. Никакая, но при деньгах. Не может быть она страшненькая, не может. Поэтому здесь все в комплекте должно быть. Роза за приданное всегда. Вопрос, а кто готов делиться приданным? Да. Василиса, что звезды, что Сергею советуешь? Ну, умная, красивая, это все понятно. Вы в течение года точно влюбитесь. Но правда, вот поспешите ли вы жениться, вот это большой вопрос. Не спешите. Да, у тебя еще много времени, чего спешить-то? Вы мужчина так называемых конфликтных ожиданий. Это значит, что вы сильно увлекаясь, способны одну женщину потом поменять на другую. Не все так устроены. Кто-то из мужчин пытается сохранять отношения, ну, даже если вдруг страсть ударит в голову. Но вы из тех, кто способен оставить старое ради будущего. Поэтому, да. Правда, правда. Вот так устроен Сергей, потому что оппозиция Луны и Венеры в гороскопе. Ну, он хорошенький, не знаю. Что-то вот интересное. Интерес бы такой пробудил. Я вам тоже сегодня желаю встретить девчонку, которой понравится вот эта ваша грусть в глазах, ваша фигура. И будет она вас наглажить и говорить, какой ты у меня красивый и любимый, какой ты клевый. Да? Вот, чтобы она... Я уже замечтал. Да, да, да. Вот чтобы она в вас полюбила вас. Мне кажется, что он очень сильный человек. Очень сильный. Очень скоро нашего жениха ждут три незабываемых встречи. И, возможно, одна из них изменит его судьбу. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся». У нас в студии Сергей. Идите, знакомьтесь с первой невестой. Удачи. Спасибо. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Мария. Я решила послосить наше знакомство и угостить вас пирожками с ляточкой. Спасибо. Спасибо, Сергей. Можные, важные. Не переживайте. Это вам. Спасибо большое. Очень приятно. Это вам. Пирожки. Санислав Юрьевич, пирожки. Пирожки. Попробуйте. С Машей медведь прямо. Да. А что, они хорошо смотрятся? Здравствуйте. С кем вы? Я со своими близкими подругами Кристина и Нелли. Попробуйте. Ну, чтобы узнать вас получше, давайте посмотрим все на экран. Мария, 23 года. Руководитель отдела управления персоналом строительной компании. Рисует карандашом, любит танцевать, гордится своим образованием. Мечтает открыть салон красоты и побывать в Париже. Возлюбленный исполнял все капризы Марии, но на требование перестать общаться с бывшей женой ответил отказом. Надеется, что Сергей сможет проститься со своим прошлым. Очень приятно, что вы пришли. Вы такая хорошенькая. Спасибо. Как это так вас баловал? Возлюбленный ни в чем не отказывал, а в Париж не свозил? Ну, Париж мы откладывали на потом, как бы у меня были другие, наверное. Хотелось куда-то дальше улететь. Ну, он у меня не то, чтобы... Дальше чем Париж? Ну, в начале острова, соответственно, там уехали. Я далеко так никогда не была просто. А вы откуда приехали? Нет, я москвичка. Она не москвичка? Я не знаю, почему она сказала, что она москвичка. В паспорте так написано. Он обращал внимание на какие-то мелочи. В том плане, что если я хочу какое-то кино посмотреть, он на следующий день уже повел меня туда. То же самое там с концертом. Как-то вот я сказала, что хочу посмотреть на Рим. Ну, город, мне интересно все, культура эта. Вы его любили? Я его любила, да. Если он был всем хорош, и вы его любили, и исполнял он все ваши капризы. Вот мои капризы ни один мужчина не выполнял. А если я обращалась к кому-то, мне или... Я не то, что капризничала, я просто обращала... Он обращал внимание сам на какие-то мелочи. И этим меня зацепил. Да, был внимательным. А почему тогда вы влезли его, милая? Не то, чтобы я ушла. Как-то вот пришел такой разговор, что какая-то... Ну, как-то не сошлось. Страсть ушла, страсть ушла. У кого? Пустота. У него? У него. Ага. У него. А я привязалась. Ну, на квартиру, которую он вам купил? Нет. Я жила вам нескольку. А машину? Нет. Ужаденная. А вы знаете, что сейчас мимо дома с песнями? Вот вы говорите, чтобы Сережа отказался от прошлой жизни. А вы сейчас сидите и трендите про своего. Вот это уже... Лариса задавит вопрос. А вам не надо говорить, сказать, я не хочу, это была прошлая жизнь. Я не хочу, вот мой объект моей любви. Посмотрите, красавица какой. Мы дойдем. Простите, я не говорю, что надо отказываться от прошлой жизни. Ну, вот я видел, в ролике вы сказали, надо отказаться от... Пускай он откажется от прошлой жизни. Нет, просто на моем опыте получилось так, что это было общение, которое нам помешало. А что было там? Он ей звонил, он с ней встречался. Звонил. Постоянно. Ну, периодически там куда-то ее приглашал. Деньги давал. А для чего? Нет, она сама состоятельна. У нее есть даже мужчина. А для чего приглашал, чтобы поговорить о ребенке их, в общем, или там не было детей? Там нету детей. Вы хотите, что вы вот сейчас вот свою судьбу теряете? Вот зачем вы говорите на гузе, вы на провокацию поддаете? Не поддавайте на провокацию, скажите, я не хочу о нем говорить, это в прошлой жизни. Нет, девочка красивая в любом случае, очень хорошая, милая. Я думаю, что у нее все сложится. А о чем мечтаете? Вот вам 23 года, я считаю, что 23 года это дофига, это уже очень взрослая женщина, 23 года. Я бы хотела самореализоваться, именно открыть свой бизнес, совместить свое там управленческое образование и как бы тем, что увлекаюсь. Это стилистика. Вот, ну и помимо этого, конечно, создание семьи. Я очень хочу детей, уже, наверное, с 20 лет, я вот хочу... Да, а я очень хочу посмотреть на сюрприз, который приговорили, пожалуйста. Танец – это ритм жизни, который раскрывает душу. Я хочу предложить вам посмотреть, насколько мы можем совпасть в движениях и пригласить вас на танец. Спасибо большое. Девочки, отправляйтесь в свою комнату, посмотрите на нас оттуда. Я разволновалась. Друзья мои, глаз наметанный, наверное, уже все прочитали. Я серьезный размер знаю, а ты мимо дома с песнями. Я просто 20 лет на знакомый, я знаю его тип женщин, который ему нравится. Понаблюдал бы, понаблюдал, посмотрел. Сразу с плеча рубить не готов. Ты не боишься, что когда тебе будет чуть больше, чем сейчас, он будет уже совсем старым дедушкой? Ну, посмотрите, молодая девчонка, 23 года, у нее была возможность произвести впечатление на такого мужчину, как вы. Вот что это за сюрприз? Давайте потанцуем, мы узнаем друг друга в танце. Пирожки. Ну, в смысле, пощупаем, как говорится. То есть он... Ну, а зачем? Я думаю, и пирожки из ближайшего... Ну, и пирожки, смотри, одно тесто, а там что-то вот кусок, маленький кусок. Вкусные пирожки. Сало какого-то. Хорошо, Роза, тебе как невеста. Ну, что, приданого нет, вот вам результат, а вы все говорите, что я с приданой-приданой, зациклена и так далее. Лучше на сироте, лучше на сироте без денег. Нет, ни в коем случае, лучше на хорошей девушке, с хорошей семьей, с хорошими традициями и богатой. Давайте следующую. Ты расскажи, у тебя вспыхнуло? У меня вспыхло такое волнение. Сергей, идите знакомиться со второй девушкой удачей. Здравствуйте, Сергей. Спасибо вам огромное, какая красота. Спасибо, приятный сюрприз. Давайте узнаем друг друга лучше. Спасибо. Ну, она симпатичная девушка, но женщина. Да, но она уже чуть-чуть не подходит, да, к моему критериям. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Кто пришел вас поддержать? Это мой бизнес-партнер и подруга Лиза. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Спасибо. Евгения. Евгения, 32 года. Бизнес-леди. Владеет несколькими компаниями, посещает биржевые курсы, помогает бездомным животным, с 16 лет не ест мясо, не носит вещи из натуральной кожи и меха. Предупреждает, что никогда не выйдет замуж за охотника. Избранник Евгении завалил ее дорогими подарками, но она так и не смогла его полюбить. Надеется, что к Сергею у нее проснутся настоящее чувство. Ну, смотрите, у вас все было. Богатый мужчина, который дарил меха и бриллианты, квартиры и машины. А чем был нехорош? Я его не любила. А зачем жили? Я никогда ему не врала. Я очень уважала этого человека. А разве можно лечь мужчины в постель, если вы его не любите? Вы же не проститутка. Вы знаете, это вопрос спорный. Нет, какой же он спорный. Не всегда женщина ложится в постель только с тем, кого она любит. Правда? Я знаю других женщин. Ну, видишь, это уже просто парадокс. Расчет. Она его уважала, да. Это бред. Если нет никакой любви, нахрена тогда жить? Мне кажется, в 50 лет, если ты хочешь выжить, вот как Роза, например, так она бедного рассматривать не будет. Ей надо уже о старости думать, понимаете, о сытой. А что вас заставляло молодую девочку ложиться с постылом, но богатым? У меня не было задачи. Я очень хорошо зарабатывала на тот момент, когда мы с ним встретились. И мне не нужен был мужчина из меркантильных соображений. А зачем так? А бизнес он вам создан, который у вас сегодня есть? Нет. У меня уже был бизнес. Может быть, с ним спали из уважения, а по любви, со страстями, с садовником? Ну, скажем так, может быть, немножко из жалости я с ним начала общаться, потому что, с моей стороны, не было никакой некрасивой игры. И вы договорились, что можете... Нет, он сказал, что он завоюет меня и что я его полюблю. И вы знаете, через полгода я поняла, что действительно я полюбила этого человека. Евгения, у вас был договор, что есть ваша жизнь свободная от обязательств семейных. То есть у вас были любовники, и он об этом знал, и вы знали, что... Он, естественно, не знал, поскольку это... и не хотел об этом знать. Но изначально был договор о том, что мы попробуем вместе встречаться. И начала жить я с ним уже после того, как я прониклась к нему чувством. Женечка, скажите, пожалуйста, он был старый уродец больной? Нет, он был на 15 лет меня старше. Я считаю, что 15 лет – это большой срок. Ну, нормально, мужик. Что, знаешь, что изменяет подарки? Подарки подарят. Ну, наверное, и он точно так же просто ходил налево от нее, по всей видимости. Ну, а что, ты ее держала, значит, так вместе? Что? Стас, ты помнишь, какая я была в 30 лет молодая и красивая, и грусть моя торчала, как стрелы? Помнишь? Мне никто не то что не подарил машины. Мне колечко подарил единственный мужчина, мой партнер. Лара, ты никогда не была попрошайкой. Лара, ты всегда была заводила в компании. Ты всегда... Тогда мне объяснили. У меня уже все было. Я могла на тот момент уже никогда в жизни не работать, обеспечить себе и своим родителям достойную силу. Мы не понимаем матемию. Я не понимаю просто, что у вас, как у вас все равно, почему вам? Потому что если вам не особенно честно, наверное, ничего. Особенно глазами женщин. Очень хорошо ухаживал. Ну, нет, не об этом вопрос. Нет, я не понимаю об этом. Почему? Ну, давайте считать, что во мне говорит женская бабья зависть. Вот почему мне никогда никто ничего не дарил, а вам? Ну, вы обычная... Я абсолютно обычная, может быть. А как деньги заработали? Вы говорите, я на тот момент, значит, молодая была еще. Я начала зарабатывать деньги, когда я еще в школе училась. Да вы что? Я подрабатывала гидом, да. И что, гиды-то прям это? И в университете, да, параллельно. Так хорошо зарабатывают. Очень хорошо. Мне кажется, на самом деле там есть доля меркантильности в ней. Ну, безусловно. Компания откуда? Кто помог? Кто денег дал? Компания... Компанию начала строить я около 10 лет назад. Это было понемножку маленькими шагами. И, естественно... То есть никто денег не давал? Нет. Да ладно? Сергей, вот у нас есть эксперт по вопросу по строительной компании. Раз. Верите ли вы в историю Евгении? Честно сказать, нет. А ты скажешь? Здесь мужские мозги. Здесь Евгения останется одинокой, у нее никого не будет. Потому что сразу, во-первых, возраст... Молодец, глаз рентген. Да, у вас... Я говорю, потому что нельзя... Сколько тебе лет, Лар? 74. А вам сколько, Роза? 28. 35. Я сегодня много выгляжу. Юне никогда не говорят свой возраст. Вот уже Сережа... Сережа просто неопределенная. 25. Вот его определенная была. Это вот стереотип, что 32, и ты уже там... Должна быть семья, должны быть дети, с одной стороны. Нет, конечно. По границе люди в этом возрасте только и женщины. Вы с какого года рождения? Ой, сейчас даже и не вспомню. Потому что вам не 32, вам больше. Вы знаете, я себя чувствую лет на 120, если честно. Нет, ну вам больше, чем 32. Я думаю, что мне... Что это не первая моя жизнь, во-первых, если верить Ринканадцева, покажите, пожалуйста, сюрприз. Пожалуйста. Ну, посмотрим, какой у нас сюрприз он преподнесет еще. Ну, вообще, конечно, мужчины непредсказуемые очень. Никто знает. Произойдет интерес. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот он. Вот он, малыш. Стрептизер. Ну, прямо боится. Вот он. Вот он, красавчик. Вот он, красавчик. Понял. Я надеюсь, что именно о таком вы мечтали. Пусть он будет добрым другом на многие годы для вас. То есть сегодня я пришел сюда, чтобы найти себе собачку. Оттруга. Большой такой. Мещенок. Ну, вообще, он уйдет. Ой, он... Большого мещения, большая собака. Сереженька, и вторая часть сюрприза, это как бы для красоты души, а для красоты лица и тела вам небольшой сюрприз на память обо мне. Спасибо большое. Спасибо. Леш, как Евгения? Я однозначно уверен, что да. Потому что, во-первых, она не сказала, правда, прямым текстом. Когда она... Почему спать? Да секс, это прекрасно. Что значит любовь? Улицы 100 сказок, все про курицу. Химия. Не говорите. Да. Химическая реакция в организме происходит несколько, сколько там, месяц, неделю, две, а потом это совершенно другое. Люди, партнеры, люди... Все-таки хочется мне уже взрослого мужчину посмотреть. Она прелестная, она прелестная, но, к сожалению, возраст. Гады-годы, гады-годы, шли годы, смеркалось. Но они не дали до конца раскрыть. Абсолютно. Сергей? Я вижу наигранность и не вижу искренности. А я наоборот. Я наоборот тоже. Я считаю, что она абсолютно правдивая, если бы сейчас мы сидели без камер и поговорить с ней. А на твой вкус, как ты, да? Такое огромное количество женщин, достойных, я согласна с тобой, Стас, абсолютно, которые идут на всякие ухищрения, убавляют возраст свой, пытаются произвести впечатление не всегда умело. Она же не заканчивала театральный институт. Ему не понравилась собака. Нет, он думает, что наигранность, потому что он не уверен в себе. Практически все женщины склонны к лжи, это чтобы вы знали. У одних это получается более виртуозно. Кроме розы. Кроме розы, самое честное. Но это все до определенного этапа, до определенного этапа. Все равно это все рано или поздно выходит наружу, становится видно. Ну как? Ну, хотелось создать про себя, вот о себе такое впечатление. Мне понравилась Евгения, все хорошо, а то, что у нее не хорошо, не от хорошей жизни. Поэтому мне очень хотелось для нее счастья. То же самое, да. Если Стадальский выйдет к нам, я его заберу. Она безусловно милая, она достаточно умная, она прекрасно изъясняет. Нормальный самодостаточный человек. Но сам факт в биографии, когда женщина говорит, я мужчину не любила, я его уважала. Почему? Поэтому с ним спала. Скажите, пожалуйста. Когда же она себя будет уважать? Где уважение к себе? А если она любит секс, почему она не может спать, как он хочет? Какая умничка. Ну, наконец-таки кто-то озвучил то, что я сейчас выйдет к нему. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Не пропустите новое знакомство через несколько минут. И оставайтесь с ним. Вы смотрите «Давай поженимся». И я предлагаю Сергею встретиться с третьей невестой. Проходите, удачи. Откуда он их достает? Здравствуйте. Меня зовут Мария. Очень приятно познакомиться. Очень приятно. Меня зовут Сергей. Спасибо. У вас очень добрые глаза. Спасибо. Спасибо. Вот эту надо выбирать. И они практически в одном цвете. По мозгам друг к другу подходят. Ну, смотри, прям похожие платья. Да. Такое красивое. Здравствуйте, Мария. С кем вы? Это моя подруга Наталья. Давайте на вас посмотрим. Мария. 21 год. Учится на экономиста, танцует в шоу-балете, катается на роликах и велосипеде. Гордится тем, что варит самый вкусный в мире борщ. Предупреждает, что может простить избраннику легкую небритость, если у него будет все в порядке с прической. Возлюбленный подарил Марию кольцо с бриллиантом в знак их помолвки, но предупредил, чтобы она не ждала свадьбы. Надеется, что Сергей будет более последовательным в отношениях. Вы москвичка? Нет. Откуда вы приехали? С Харькова. Господи, какая вы хорошенькая. Невозможно. Сохраните это в себе. Спасибо. Сохраните. Пожалуйста. Мне ее больше представляется с ведром под коровой. А мне кажется, что у нее очень универсальная внешность. А учите здесь живость в общежитии? Нет. Я снимаю квартиру, я работаю, я учусь. То есть вечерний, да, учитесь? Дневной. Что вы говорите? Тяжело? Тяжело? Ну, тяжело, конечно, но чем-то... А родители помогают? Ну, помогают, но я как-то от родителей все-таки уехала и решила, что я буду сама как-то здесь добиваться, пытаться строить. Вы танцуете, да? Я работаю в школе танцев и сама точно так же выступаю. Какая вы умница. Как удалось избежать вот этих соблазнов в Москву, когда приехало вот такое чудо? Вы знаете, вот как-то мне всегда это было чуждо. Я никогда не... ну, не то, что даже не понимала, но, наверное, каждому свое. А мне как-то... меня это не приличало. Тоже Мария. Мария. Мария Вландинькова, если же. Или Мария Брюлэ, такая. Кто победит. Машенька, вам 21 год. Мне бы очень не хотелось, чтобы вы болтались по Москве и, не дай бог, вы не попали в лапы какого-нибудь идиота. И я считаю, что вы, например, созрели для того, чтобы выйти замуж. Мне тоже кажется, что все-таки уже я готова к этому, так как у меня всегда, да, были в голове мысли. Я все-таки шла, да, в своих предыдущих отношениях именно к этому. Я хотела, чтобы был такой исход. Я очень люблю детей безумно. Ну, смотрите, Сергей вам годится в отцы. У вас разница 22 года. Не смущает? Нет, меня не смущает. Я люблю общаться с разными людьми, так как они могут быть разные и по возрасту. Смотрите, у Сергея была женщина, которая родила ему ребенка. И Сергей на берегу вам объявляет, что эта женщина в моей жизни будет присутствовать всегда. Не только ребенок, но и мать этого ребенка. Присутствовать в качестве кого? В качестве матери. В качестве матери. Никоему, не более того. А насколько вы бы хотели, допустим, может быть, ограничить его общение с бывшей? Или вот сейчас, допустим, Сергею сказать, я бы хотела отдыхать только с тобой? Или вот о чем бы ты хотела предупредить? Нет, вы знаете, я не буду ограничивать ни в коем случае, потому как, ну, я сама понимаю, что такое, да, отцовская любовь. И когда его нету рядом, это... А вы с отцом общаетесь? Да, я общаюсь, он мне помогает, у меня с ним прекрасные отношения, но когда его нету рядом, все равно... А вы чья дочка? Папина или мамина больше? Вы знаете, я это не могу сказать, так как в детстве, наверное, все-таки больше мамина была, а сейчас как-то вот больше... А папа устроил свою судьбу, живет с другой женщиной? Да. Мне кажется, она ищет такого же, как папу. А зачем вы с собакой спите вместе? Вдруг он... Вы как к этому относитесь? Со мной тоже две собачки спят, маленькие. А у вас какая собака? Веркшеский терьер. У меня той терьер. Маленький. Русский той терьер. Они спят тоже на кровати. Вы вместе будете с собаками спать? Я тогда одного не понимаю. Мария, вы снимаете квартиру, вам родители не помогают, вы учитесь очно. То, чем вы занимаетесь, большого дохода вам не приносят. Едва ли это хватает на оплату квартиры. У вас дорогой маникюр, у вас дорогая собачка. У вас есть друг, который вас обеспечивает? Нет, абсолютно никого. Ну, хорошо, я вам поверю. Если есть у вас какие-то вопросы, если нет, то Маше нужно подготовиться для показа. Я хочу спросить, что такое БДТ? А что такое? Прекрасный вопрос. Если бы я был артист, я бы подумал, что такое БДТ. Прекрасный вопрос. Большой драматический театр. Спасибо. Хотя ты и не артист. С первого курса выгнали институт, который перестал. Что-то блондинка какая-то. А то вы заплатную премию в 25 лет дали. Блондинка. А вы вообще ходите в театр в Москве? Нет, не была, к сожалению, ни разу. В Москве она очень хотела попасть. А сколько лет вы уже здесь? Около года. Еще не так много. Ох, девка темнеет. Так, я не поняла. Вы здесь в Москве около года, а учитесь где? А учусь я там. Очно? Очно. На экономическом факультете очно. Ладно, отпусти переодеваться уже. Идите, переодевайтесь. Ну, первое тоже нечего. Они друг к другу подходят. Она молоденькая. Будет на него смотреть с открытым ртом. Ему это нравится. А вы тоже из Харькова? Нет. Вы москвичка? Да. Вот это Сережкин размер, я знаю. А что, у нас это разные случаи были-то? А нет парня-то? Нет? А сколько лет вам? 21. А нравится Сергей наш? Какой-то бывает в передаче. Обманывают, обманывают. Даже не смотрят в мою сторону. Обманывают. Ну как, не знаю, стесняется. Ну уж я и стесняюсь вас, правда. Замечательные девочки. А если Сергей, за которого пришла бороться, Мария, выберет вас, пойдете? Говори нет. Когда ему понравится, говори нет. Потому что он привык, что за нее бабы бьются. Говори нет, тогда он сразу, о, нет. Нет, не хочу. Нет, правильно говори, не абсолютно. Старый, лысый человек. За что тебе он должен? Нет, на самом деле все будет зависеть от Марии. Если Маше он правда понравился. Откажется, то ты и возьмешь. Если Маша откажется, вы возьмете. Почему откажется? Может, она скажет, что мне не понравился, Сергей. А вам невеста готова показать сюрприз? Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Магонист. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень хорошо. Нет, красиво танцует. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам огромное. У вас прелестная подруга. Скоро узнаете, кого Сергей выбрал. А пока подождите в комнате. Алексей, что скажете? С точки зрения секса. Как будет все? Ну или до новой темы? Ну, наверное, как и всем, подруга мне понравилась больше. Не потому, что наша невеста некрасивая или она замечательная. Просто она любит секс больше. Станислав Юрьевичу просто, наверное, этого не понять. Я хочу видеть в глазах секс, в конце концов. Я хочу видеть в глазах самку. Короче, у него главное это секс. Сергей, как вам Мария? Ну, на самом деле, мне кажется, что это не мой формат немножко. Девушки не мой формат. Ты такая красивая, такая умненькая девочка. Все равно мы не то. Насколько она меня очаровала в первую минуту. Думаю, боже мой, какая прелестная, какой красивый рот. Какая хорошенькая, какая открытая. Чем дольше я с ней разговаривала, тем вот это очарование куда-то улетучилось. Слишком много несостыковок. Мне показалось много фантазии, много какой-то неправды. Ну, я же тоже не первый день родилась. Не люблю я. Вот мне нравятся девчонки открытые, откровенные. Вот даже если бы она пришла и сказала, да, пришла бороться, потому что вот и перечислила все ваши достоинства. Я не люблю, когда же манится. Я не люблю, когда что-то из себя пытаются вот какую-то мазурку изобразить. Они сами там пугаются своим видом, когда ты сидишь до этого, смотришь телевизор с этой программой, они там всех засаживают. И, естественно, приходишь и начинаешь нервничать. Вот когда ко мне невесты такие молодые приходят и рассказывают мне, что замуж хотят за оливарха, как говорится, и удивляются тому, что их быстро считывают. Ну, девочки, ну, считываются же, ну, просто на раз, два, три. Поэтому, Сережа, у тебя крепкие руки, значит, с крепкими руками и останешься. Василиса, такой девушке, как она, опасно подходить к таким мужчинам, как вы, в принципе. Потому что изначально она может даже потянуться к чему-то, к каким-то возможностям, ну, черт возьми, да, как к свету. А потом вы обидите, растопчете и, в общем, ничего хорошего не сделаете. Да, я про это играла, помню. Ни разу такого не было. Ни разу. Беспреданец? Ну, конечно. Я имею в виду не вас лично, я имею в виду вообще вот тот класс, тот стиль жизни, когда взрослый мужчина выбирает девочку. Тогда, милая моя, надо с однокурсником, со своим, который гоняет на велосипеде, нищий голь перекатный, выходить за него замуж, строить все с нуля, жить, взрослеть и стареть вместе. Ты все равно лучшая, ты хорошая, ты классная, ты веселая, ты добрая. В любом случае разволновалась, и поэтому все равно как-то где-то... Давайте с вами. Стас, Леша, вот познакомились с тремя невестами. Все вы хороши были, девчонки, правда? И вам понравились, столько было комплиментов в их адрес. Хотя бы одна из них достойна Сергея? Если бы я был на месте Сергея, я бы выбрал номер два. То есть Евгений? Евгений. Да. Он увидел секс в мои глаза. Стас, ты человек опытный, дружишь давно с Сергеем. Хотя бы одна из них подойдет? Нет, к сожалению, к сожалению. Ну потому что Сережа очень избиратель, Сережа очень избалован. Сережа очень избалован. Он сидит, вот его это самое... Я не знаю, но... А чего ожидали? Вот чего ожидали от программы? Вот какая особенная в твоем представлении должна была сегодня прийти? Я помню его первую жену. Была очень хорошая, очень добрая первая жена. Но тоже интеллектом не блистала. Сережа с ней расстался из-за этого. Я говорю, что он тебе подарил? Он говорит, пью. Пью и пью. И он с ней долго не стал жить с этой первой женой. Со второй женой слишком злая вторая была. Вторая жена. Но бог троица любит. Я все-таки... Ну что, Сереж? Сереж? Я не увидел искренности, на самом деле, несмотря на ваши слова. Я не увидел искренности, увидел наигранность, желание оказаться, попытаться показаться лучше, чем там ты есть на самом деле, произвести впечатление. А я к этому отношусь очень осторожно. Очень осторожно. Я считаю, что человек должен быть самим собой. Самим собой. Нет, у Сережи просто очень много бабок, он боится с ними расстаться. Только поэтому. И в каждой подозревании. Сережа, девочки искренние. Сережа, ну хватит бла-бла. Сережа, девочки были искренние. Мне такого не показалось. Мне кажется, он сам еще не определился. Мне кажется, все-таки, что нужно человека узнавать в неформальной обстановке. Мне тоже не нравятся бабы жеманные. И не важно, сколько тебе лет. Вот мне хочется сказать, ну отпусти себя. Ну жизнь одна, она такая быстротечная. Вот помнишь, приходили к нам девчонки, была одна совершенно потрясающая. Вот такая глупындер, понимаешь, вот глупышка. Столько бы не было очарования. Пришла с мамой, такая искренняя. Глаз горит. Открытая. И я понимаю, что из нее вырастет большая женщина. Хорошая мать. Ну в хорошем понимании. Она внутренняя, она по-человечески так талантливая. Она такая необыкновенная, она так от всех отличается. Все остальное, что я вижу, процентов 80, одинаковые все. Или это Москва так портит. Или вы, мужчины, так портите, вы загоняете женщин под определенный один стандарт, понимаете. И вынуждены все существовать в этих рамках. Невозможно, Сереж. Конечно, каждый из них напускал что-то на себя, потому что хотелось произвести впечатление. А в силу скудаумия не хватило ума понять, что единственное, чем можно было вас зацепить. Это вот этой самой искренностью, этой самой естественностью. Поэтому, конечно, вы сегодня ни с кем не пойдете, это естественно. Но я, каждый из них, и Марии, и Евгении, и последней девочке Марии желаю огромного счастья. И встретить своего единственного. И дай бог все успеть в этой жизни. Я хотел бы, чтобы Леша сказал, что главное, Леша. Главное, что ты пожелаешь. Главное, если слава Фюрина, чтобы вы хорошо кушали. Да. Ну и есть ли смысл говорить сегодня? Наверное, нет смысла говорить о совместимости. Хотя больше всех уж, если оценивать, вам подошла бы Евгения. Кстати говоря, да, ее подарок сейчас лает за сценой. Не, мне кажется, ему третий подходит. Зря они колеблются. То, что не было чего-то главного в каждой из них, вот какого-то зернышка, за которое имело бы смысл рассматривать человека и растить, это правда, к сожалению. Хорошо, Сергей. Я приглашаю всех выйти из своих комнат, чтобы поддержать вас. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4-4. Ольга, 25 лет, номер 2045. Совладелица модельного агентства. Занимается баскетболом, катается на горных лыжах, вышивает крестиком. Ей нравятся мужчины с добрыми глазами, уверенные в своих словах и поступках. Антон, 32 года, номер 2046. Шоумен и певец. Занимается конным спортом, пишет стихи и музыку, предупреждает, что он строгий и не сентиментальный. Его избранница должна полностью довериться ему и быть готова в любое время быть рядом. Мы знаем, что Сергей не пошел ни в одну из комнат, но в любом случае я приглашаю всех выйти и поддержать его. Сергей, а вы идите ко мне. Парни, а вы подходите вот сюда, под дверью. Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала и становитесь участником программы. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именем героя на номер 4 четверки. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам «Давай, пожалуйста, удачи, спасибо!» Меня пригласили на свидание, вот, а человек вообще не знал, чем я увлекаюсь, ничего про меня не знал. А я приехала на фуре. Не хватало еще Беломора канала и кто дальше сплюнет. Чек на дороге много, в общем-то, там не так дорого стоит, чтобы брать такой грех на душу. Вы с таким обожанием смотрите на Екатерину, меня это пугает. Я ее очень люблю. Вот вы смотритесь парой, клянусь. Вы не первая, кто нам об этом говорит.